Приветики! У нас вечер, у нас сегодня 24 ноября, у нас сегодня 21 годовщина нашей свадьбы, поэтому решила немножко посвятить сегодняшний выпуск нашей годовщине. Ну, муж, как всегда, он занят, доктор, не может оставить ни клинику, ни больницу, опаздывает. Ну, решила ввести вас немножко в дело, пока вот никого нет, пока немножко вам рассказать нашу предысторию. Уже некоторые люди интересовались, спрашивали, а что да как, а как встретились. Ну, вот, решила немножко вам рассказать. Раджеш, мой муж, учился в Украине, учился в Украине и случайно встретились, как всегда, на какой-то вечеринке, как это бывает у молодежи. Наши подружки пригласили нас на какую-то университетскую вечеринку, в медицинский университет. И там мы и познакомились с мужем. Ну, я должна сказать, что целью меня никогда не была выйти замуж за иностранца, потому что я особо никогда не любила и не интересовалась даже. Если честно, я даже в тот вечер и не хотела идти, как бы отказывалась. Ну, затащили, потянули меня подружки. Ну, и, в общем-то, так мы познакомились. Я, скажу честно, муж мне не понравился сразу. То есть я не... будущий, вернее, муж мне сразу не понравился. Не понравился я, как бы, не горела желанием с ним повторно встречаться. Но он все-таки проводил меня до дома, как бы узнал мой подъезд, мой адрес. И после этого, как бы, предложил еще раз встретиться. Но я не захотела идти на встречу, не захотела с ним, как бы, встречаться. Он сам пришел ко мне после этого домой, нашел меня у соседских бабушек, спросил, где квартира. И вот прямо под дверь и пришел и сказал, вот, ты не появилась, а я же хочу, как бы, дальше с тобой познакомиться и продолжать отношения. Поэтому вот пришел к тебе для того, чтобы вот продолжить, как бы, продолжить наше знакомство. Ну, и с этого момента, как бы, как бы мы начали встречаться. Встречались, встречались мы два года. Я живу вообще сама в Украине, жила в Сумах. Ну, в Сумах университет медицинский был на тот момент очень новый, еще даже ни одного выпуска не было. Они-то попали туда только по ошибке, только потому, что в Харькове и в больших таких известных городах уже просто было закрыто уже принятие студентов. Поэтому они решили, там, как бы, год перетусоваться в нашем университете. Ну, и после этого, как бы, уже поехать более известной. Ну, из-за меня остался он на два года, но потом все равно пришлось переезжать, потому что наш, как я уже сказала, университет был в ней. И оставаться там не было смысла. Такого неизвестного университета печати, диплом просто не принимались в Индии. Нужен был более такой известный. Ну, и он поехал у меня в Запорожье. Поехал в Запорожье, так мы и встречались, вот ездили друг к другу, встречались на расстоянии практически в то время. Это, так как это 21-й год уже наш, наша годовсина, вы понимаете, в то время не было таких смартфонов, чтобы вот видеоколы делать или так часто разговаривать. То есть разговаривали как бы через почту или через соседей, у меня даже телефона не было на тот момент в моей квартире, поэтому все было сложно очень, все было так, очень трудный был период. Ну, таким образом мы встречались, встречались, пока как бы всему приходит конец, пятый год, уже через год надо уезжать. И как бы задумались о том, что надо пожениться. Надо пожениться, но должна я вам сказать, что рады были вообще никто, ни с его стороны, ни с моей стороны, как бы нас не поддерживали. Все думали так, погуляют, повстречаются, и уедет он себе, и все как бы закончится. Ну, нет, все-таки мы сначала как бы разорвали отношения, думали, что, наверное, лучше нам не надо жениться, это все очень сложно, то все. Ну, потом все-таки через год поженились, но потом, когда закончилась учеба у Раджеша, он уехал домой. Уехал домой, и, к сожалению, меня оставил дома. Для этого тоже была очень такая резкая причина. У Раджеша есть младшая сестра, и на тот момент, то есть это уже 21 год назад, на тот момент это как бы по любви выходить замуж в Индии, и это был очень большой грех, это очень все как бы осуждали, никто не поддерживал. А кроме того, младший брат у Раджеша много лет назад тоже он как бы вот так вот женился по любви, и после этого был очень большой скандал. В его касте как бы все очень были недовольны, очень осуждали, и после этого как бы в семье начались какие-то трения, проблемы с другими членами семьи. Поэтому как бы очень нежелательно было повторять такую же ошибку. А кроме того, мы думали о сестре. Была младшая как бы сестра, ее нужно было выдавать замуж. Если бы так мы решили, если бы я появилась до ее свадьбы, это могло бы повлиять опять-таки на ее дальнейшую выбор жениха. То есть могли бы как бы отказаться и вот покривить как бы, ну не захотели бы на ней жениться, и поэтому мы решили опять-таки подождать. Через два года ждали-ждали, мы ждали-ждали, но все, она как не выходила замуж, потому что это все здесь тоже занимает время, это все не так просто. Поэтому Рожеш решил, что папе должен жить отдельно, это очень трудно, и привез меня сюда тайно. Привез меня сюда тайно, и мы жили в Дели, жили в Дели три года. Тайно мы там жили, здесь как бы знала только мама и его младший брат, и мы от всех родственников скрывались. Я, конечно, в тот период очень сильно плакала, обижалась, что вот меня я никак не могу попасть как бы домой, в семью меня не принимают. В Украине жила два года, теперь сюда приехала опять три года, живем, никак меня никто не представил, прячет. Еще была такая ситуация, что кто-то, если приезжал в гости к Рожешу в Дели, вот проезды были останавливались, меня приходилось прятать. Меня приходилось к соседям у водителей, к подружкам, где-то вот там я ночевала, то есть это было очень все сложно, это была вообще такая душевная травма, конечно, для меня. Это был очень сложный период. Мало того, что в Индию я приехала, у меня была депрессия 6-7 месяцев, я вообще там практически в таком состоянии была в прострации, я ничего практически не помню в тот период, потому что, во-первых, жара, климат, разговаривать умею, для меня это очень сложно было адаптироваться здесь. Здесь Рожеш доктор постоянно был на работе, я была совершенно одна, и у меня была еще больше депрессия от того, что я не могу никуда выйти, даже ничего купить, я двух слов связать не могу. А я на то время не знала ни английского, ни индийского, то есть это было очень для меня все трудно, но, конечно, не уехала, потому что любила своего мужа, и все-таки не уехала и не бросила даже из-за этих всех сложностей. Ну, дальше повествую вам нашу историю. Значит, прятали, меня прятали, очень долго прятали, но тут все-таки наступил долгожданный день, и сестра все-таки выходит замуж. Опять Рожеш говорит, я тебя не заберу, я уезжаю на несколько дней на свадьбу, а ты оставайся здесь одна, потому что я тебя прямо на свадьбу показать не могу, это будет очень большой шок для всех будущих родственников, сестры, поэтому пока еще подождем немножко, введем их в курс дела постепенно, чтобы сразу вот так всех не окарашивать, так сказать. Ну, опять я поплакала, конечно, поплакала, очень я была расстроена, ну, хорошо, не поедем. Рожеш уже купил билет, собирался уезжать, как кто-то там в семье, сказал обо мне, рассказал, и все узнали обо мне. Узнали, и узнала, конечно, со стороны семья, со стороны жениха, и они сами сказали, что давайте позовем, привози ее, жену свою, раз уже она жена, это же не девушка, это же не просто кто-то посторонний, она уже жена, раз вы уже несколько лет женаты, привози, мы не против, будем знакомиться, значит, будем принимать ее в семье. Ну, и Рожеш забрал меня, значит, с собой на свадьбу, забрал, и так вот первый раз, как бы, я получила доступ войти в семью. Очень такая, ну, и после этого, конечно, я, мы уже переехали, получается, в семью, уже, это самое, мы были, мы были в Дели, жили до этого, а переехали в штат Чат-Изгар, в город Билай. Кстати, в этом город, этот город очень известен тем, что очень много русских сюда приезжало раньше, вот сейчас уже, как бы, последние годы очень мало стало, раньше, вот здесь даже Билай Стилпланк, вот, это построили вообще именно русские, вот они полностью, и до сих пор приглашали, вот, инженерами и различными еще там, я не знаю, что там за профессии, для того, чтобы вот на этом Стилпланке работать, и поэтому раньше здесь было вот очень много русских, и я уже здесь познакомилась, конечно, нашла себе друзей, именно русских, украинских, и из других стран бывшего Советского Союза, нашла себе компанию, конечно, я уже лучше адаптировалась здесь, после этого, конечно, мне больше, намного стало нравится жить в Индии, потому что, когда есть рядом родные души, уже как-то, конечно, жить можно. Еще немножко хотела вам, конечно, рассказать о том, как мы жили вначале, все было не так просто, жили мы очень бедно, муж практически ничего не зарабатывал, потому что, когда он приехал в Индию, оказалось, что тот даже диплом известного университета, из-за которого мы там так страдали, из-за него гонялись, все равно он здесь теперь недействительный, потому что в то время вышел как раз новый закон о том, что диплом нужно защищать только в Индии, и больше нигде, поэтому все это стало опять недействительным, пришлось опять учиться и переучиваться, и полностью сдавать полностью новые экзамены. Опять начались наши страдания, потому что мы и так были бедными, бедными, как бы это еще практически нищими, можно сказать, мы были просто нищие, и поэтому Раджеш меня отправил после этого домой, сказал, ты поживи там, потому что я не могу тебя здесь содержать, так я буду с друзьями, несколько человек в какой-то одной комнате мы проживем, пока не сдадим экзамены, прокормимся как-то, а с тобой нужны хорошие условия, я сейчас не в состоянии, не зарабатывая, а только участь, как бы тебя просто здесь содержать. Ты езжай в Украину, там живи пока с мамой, с папой, перекатуйся, короче. Ну вот еще хотела немножко, конечно, рассказать, опять-таки вернуться к этому времени, когда мы были очень бедные, вот как я только приехала, как я уже сказала, у меня и так была депрессия, а тут еще муж приехал новый в Дели, никто его не знает, никто нас не знает, устроиться на работу было просто нереально трудно, никто не принимал с украинским дипломом, то есть украинский диплом, это здесь вообще был отстой, это очень плохая, плохая у людей была, как бы, ну, плохо думали о таких людях, которые выучились в России, в Украине, говорили, что они там за сало мясо выучились, деньги заплатили, и как бы очень плохие доктора, ну, наверное, так зарекомендовались, наверное, так люди, поэтому, конечно, наверное, думали, поэтому пришлось полностью защищать свой диплом. Ну, жили мы очень бедно, Рожеш первую работу с трудом получил, получал там буквально каких-то несколько тысяч индийских, то есть это вообще копейки, это даже, ну, как здесь вот, самая низшая каста, которые работают рабочими, разнорабочими, служанками, вот так он на то время получал, можете себе представить, платить за квартиру, у нас тогда был мотоцикл, то есть бензин, и вот за свет, за воду, за квартиру, за еду, чтобы вы хотели знать, я вам могу объяснить подробнее, у нас не было 50-ти градусной жаре в Индии, у нас не было даже кулера, о кондиционере там и речи не было, мы жили на самом верхнем третьем этаже, снимали квартиру, то есть только у нас был вентилятор, жарко было, ужасно, как я говорю, там жара до 50-ти градусов доводит, то есть это просто, можно с ума сойти от такой жары, у нас не было ни холодильника, у нас, как я сказала, было ни кондиционера, ни кулера, у нас даже не было стиральной машинки, мне приходилось стирать руками, то есть я, которая никогда в жизни еще не стирала руками, здесь приехала и пришлось мне стирать руками, практически у нас не было никакой посуды особой, ну вот, так и жили, и потихоньку, когда вот год, в течение года Раджеш получил еще дополнительную работу, на двух работах он уже начал работать потихоньку, потихоньку мы начали что-то подкупать, какую-то посуду, в первую очередь, конечно, купили холодильник, потому что в Индии при такой жаре все быстро очень портится, без холодильника все буквально моментально прокисало, поэтому холодильник нам нужен был, потом купили стиральную машинку, но это уже к третьему году, как мы жили в Дейле, а до этого хочу вам сказать, что даже такие элементарные вещи, как хлеб, сыр, сливочное масло, там, ну, я не знаю, такие майонез, там, то, что для нас это самое, как бы, очень обычное, такого даже мы не могли себе позволить, я, вернее, не могла себе позволить, у нас не было на это денег, то есть мы практически ели овощи, очень мало употребляли мясо, рыбу, то есть это все для нас было очень дорого, поэтому трудные времена, конечно, мы увидели, пережили, и слава Богу, и до сих пор мы вместе, держимся, теперь мы сильная команда, мы прошли через такие трудности, что после этого, мне кажется, уже нам ничего не страшно, я думаю, пройдем еще же, как минимум, столько же, и будем счастливы и дальше, спасибо за внимание. Вот, наконец-то, пришел мой муж, наконец-то, я могу с вами его познакомить, пришел с работы, конечно, очень поздно, всегда опаздывает, потому что доктор, как я уже, ну, скажи привет всем, радужить. Привет всем. Меня зовут доктор Аджис, уже, я святый муж, уже 21 года у нас, женат, извините, русский, у нас не очень хорошая. Ну, уже 21 лет прошло, как моя жена, а даже, как это лет, прилетели, даже не знаю, серьезно. Спасибо, что ты со мной есть, мои трудные времена. Я уже рассказала, кстати, о наших трудных временах, он, конечно, не слышал, но я рассказала, уже все знают об этом, какие у нас были трудные времена, через что мы прошли. Вот, как бы, самое главное из этого всего было показать своего мужа, наконец-то, познакомить, потому что некоторые уже спрашивают, что, как, кто муж, кто дочка, дочка, к сожалению, стесняется, пока не готова выйти, посмотреть на камеру. Ну, вот, муж решился. Вот мой муж, друзья, вот уже накрыли мы стол потихонечку. Сейчас будем отмечать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok